В эфире студия Репортер с Дмитрием Богомоловым. Одесская каратистка Анжелика Тирлюга поднялась на первую строчку в мировом рейтинге карате ВКФ. Сегодня у нас в студии Анжелика. Здравствуй. Привет. Такое количество кубков и медалей, которые ты выиграла за последнее время, это и в Германии на этапе премьер-лиги, и в Австрии на этапе серии А. Вот эти золотые медали дались, мы знаем, что нелегким путем тебе. Видим, что ты в гипсе, у тебя травма руки. Расскажи нам подробнее про последние свои успехи, события. Как удалось подняться на первую строчку? Все это случилось за сентябрь-октябрь. Почему не приходила к вам раньше? Потому что у нас был турнир за турниром. Первый турнир был в Германии в начале сентября. И этот турнир, это был заключительный этап премьер-лиги. И мне удалось выиграть первое место на этом чемпионате. И таким образом я получила гранд-виннер этого года в своей категории. То есть вот это и вот та буква К, это мне вручили как гранд-виннер. То есть это значит, что я в этом году набрала самое большее количество баллов на турнирах премьер-лиг карате-1. И я выиграла, получается, в Германии первое место. И до этого в марте я выигрывала в Голландии первое место. Потом, после этого у нас было два турнира в Турции и в Австрии. Это была серия А. И там, в Австрии, я тоже выиграла первое место. По поводу моей травмы, ну, это случилось в финале, в последнем бою в Австрии. На последних соревнованиях я неудачно упала на руку после того, как поставила блок рукой. То есть, получается, ты прямо с травмой заканчивала финальную схватку. Как было ощущение, болела ли рука? И как удалось переломить эту боль, чтобы все-таки добиться победы? И вот расскажи подробнее про сам финал. Какой был счет, как развивались события, с кем боролась в финале? Дралась, как всегда, практически со своей самой такой жесткой оппоненткой. Это с Италией, Сара Кардин. У меня с ней все время такие бои, очень напряженные. Мы помним, мы садись те ошибки, мы припоминаем были. И мы дрались с ней в финале, она была в очень хорошей форме. И у меня тоже до этого складывались очень классные бои. И у нас была определенная тактика с моим тренером, как вести этот бой. И буквально там в середине боя мне удалось получить бал. Вот, был очень хороший момент, когда она уклонила голову, стояла на месте. И я в это время дернулась и ударила кидзами в голову, и получила бал. И по новым правилам сейчас ты знаешь, что если ты получаешь первый бал, у тебя преимущество, да? То есть, значит, твоей сопернице уже надо два балла отыграть, чтобы у тебя выиграть. Вот, и после этого она сразу начала мне прессинговать. Я отходила и пользовалась тем, что у меня ноги, и я попадала несколько раз уже и ногами в голову. Она этого боялась. Я пользовалась, тянула время. И она заходила с задней ноги, била меня, я поставила блок. И я вот упала, и оставалось там буквально 35 секунд времени боя. Ну, у меня была очень резкая боль. После этого я пошла к доктору, и он заморозкой заморозил мне руку. И обычно, когда такое происходит, минуты, ты уже не чувствуешь никакой боли. Но тут я пыталась видеть перчатку, и я поняла, что я не могу вообще ничего сделать. Ни руку разогнуть, ни согнуть, ничего. Это в какой момент боя? Какая была секунда примерно? Вот, оставалось еще 35 секунд боя. И ты вела в счете тогда? Две минуты, да. Я вела в счете 1-0. Ну, и я... Был, наверное, шок, наверное, был сначала, да? Как-то там надела эту перчатку, знаешь, уже как-то там ее так заклеила. И подумала о том, что 35 секунд как бы попробовать можно. То есть я понимала, что я рискую проиграть, потому что все-таки она чемпионка мира, и она очень опытная, но я хотела попробовать. И я включила такой темп хороший в эти 35 секунд. Я много маневрировала, я много раздергивала, я уходила по сторонам. То есть я делала кучу таких вот элементов, и ей так и не удалось взять ничего, никакой балл. И я так и выиграла бой. Ну, очень здорово. Ты как раз использовала тактику, и такая героическая победа, несмотря на травму. Если честно, я была в шоке, когда узнала, что у меня перелом. Я думала, что ушиб. Я думала, что, ну, может быть, что-то такое, знаешь. Но когда потом на следующий день мне сделали снимок и сказали, что у меня перелом, я была очень... Как сейчас рука, когда будешь снимать гипс, когда вернешься к... Ну, скажем так, мы понимаем, что тренировочный процесс ты продолжаешь, даже несмотря на травму. Есть другие, ну... Конечно. Скажем, ну, есть над чем работать еще, кроме левой руки сейчас. Но когда все-таки будешь в полной боевой готовности? Конечно. Я сейчас, как бы, занимаюсь тем, что я все-таки тренируюсь. И просто тренировки мои сейчас более щадящие, назовем это так. На следующей неделе я планирую снять гипс, и уже у меня будет фиксатор, который будет фиксировать мне руку, чтобы я ее не травмировала. И со следующей недели я уже буду тренироваться в полном режиме. А вот к турнирам, когда сможешь вернуться, не повлияет ли эта пауза на сейчас, на мировой рейтинг тоже? Ну, я знаю, что ты очень, ну, очень долго шла к тому, чтобы подняться на вершину. И сейчас очень важно удержать позиции и продолжить, ну, наращивать свою форму. Потому что до Олимпиады еще целых два с половиной года, и чувствую, что ты держишь в голове Токио. Расскажи об этом подробно. Ну, да, я мечтаю, конечно, туда попасть. Очень жаль, что нету каких-то четко прописанных правил, чтобы точно понимать, вот, что тебе нужно делать, да. Но сейчас, как бы, все стремятся быть в топе позиции, рейтинга, потому что, вроде бы, как бы, это поможет и повлияет на то, что все-таки мы сможем попасть в Токио. Ну, главное, что твоя весовая категория как раз ходит. Да, но опять же, то есть, может быть, моя весовая категория будет еще совмещаться с категорией, которая до нас, минус 50 килограмм. Это все такие моменты, я не могу на них точно ответить, но я сейчас занимаю первую позицию, то есть, для меня это важно, и я буду делать максимально, что я могу, для того, чтобы оставаться в этом топе, на верхушке, да, именно у себя в категории. И сейчас я чувствую себя отлично, я чувствую, что у меня все получается, как бы, я думаю, что эти два года, это не должно составить мне трудности, я надеюсь. Мы знаем, что мировая слава не проходит зря, у тебя очень много подписчиков, поклонников сейчас, расскажи, как, можешь даже к ним обратиться, и как поддерживаешь с ними связь, как собираешь эту аудиторию, все ждут от тебя новостей, новых видео, новых твоих постов, фотографий из турниров. Вот, расскажи подробнее, потому что для спортсмена это очень важно, ну, важно поддерживать связь, потому что ты, в первую очередь, ну, не только для себя выступаешь, но ты знаешь, что есть еще целая армия поклонников, которые, ну, скажем так, хотят быть похожими на тебя, стремятся тоже заниматься, тренироваться, набирать форму, вот, то есть, ты как кумир для них, вот, как, как себя чувствуешь в этом состоянии? Ну, я себя не чувствую там какой-то суперзвездой, честно говоря, нету таких масштабов, но за последнее время, да, действительно, очень много людей подписываются на меня, я это чувствую, я это замечаю, я чувствую, что им интересно, и меня радует то, что сейчас многих интересует спорт вообще, в принципе, да, а не что-то, как бы, другое. И на моей анкете вряд ли кто-то увидит там какие-то фотографии красивого тела, как я там накачалась или там что-то в таком духе, потому что я этим не занимаюсь, я занимаюсь именно спортом, а спортом я занимаюсь для того, чтобы быть лучше в карате именно, да, а не для того, чтобы быть там красивой или еще какое-то. И у меня очень, как бы, я чувствую поддержку от людей, которые пишут мне приятные слова, их много, они пишут с разных вообще уголков мира, вот, и не могу сказать, что я поддерживаю со всеми такую прям связь, да, близкую. Ну, зато приезжаешь на мастер-классы, вот, прям вот со всеми общаться, да, ты понимаешь, но, как бы, близкие мои друзья, знакомые, которых я знаю, я всегда стараюсь всем отвечать, и мне реально очень приятно, когда люди смотрят там какие-то передачи, мои бои, когда они интересуются моими результатами, они свои эмоции выражают, и я этим сейчас в последнее время заряжаюсь очень сильно. Ну, мы знаем, что сразу после победы над своей принципиальной соперницей из Италии, Кардин, ты как раз провела мастер-класс у нее на родине, в ее городе, вот, интересно, как так получилось и какая была реакция Кардина? Это было очень комично, реально, когда за этот семинар мы договаривались еще, ну, перед маем месяца, то есть где-то вот май такое вот уже было точно решено, мне купили билет, я точно знала, что именно в эти даты я поеду там проводить семинар в Италии. Но когда я, получилось так, что я с ним только что подралась неделю назад, да, и я приезжаю домой и пишу организаторам, как бы, я готова приехать, все, но тут такая маленькая проблемка, у меня как бы там перелом руки, ничего ли страшного? Они такие, да ладно, хорошо, если ты сможешь делать семинар, то давай приезжай, я говорю, да, окей. Я приезжаю туда и это было, знаете, примерно как ты приезжаешь и там, здравствуйте, меня зовут там так-то-так-то, я пресс-этэше личный Сары Кардин. Здравствуйте, а я вот тренер такого-то клуба, но я сосед Сары Кардин. А я вот тренер, которого тоже там тренируются, и вот мы очень часто видимся с Сарой, а это то, и вот все мне просто говорили за это. А сама Сара не пришла сказать, только секундочку. Она пришла на обед со мной, ее приглашали на обед со мной, но она сказала, что она не может, она там занята чем-то, но это было так смешно на самом деле, я просто была в шоке, и потом, когда интервью у меня брал ее личный, как он сказал, пресс-этэше, он такими пытался всякими вопросиками, вот знаете, как интригу, интригу сделать, да, в таком духе. Не, ну мы в Одессе тоже с удовольствием ждем твою соперницу, я думаю, что ты сама придешь к ней. Ну я бы пошла бы, я обязательно бы к ней, конечно, пообщаться. Потому что вообще, вот вы, когда соперничаете, у вас, ну, наверное, только на татаме есть такой вот дух, ну вот, борьбы, а за пределами вы же, ну, наверное, поддерживаете где-то и даже дружеские отношения, или нет? Ну нормально, я не могу сказать, что дружеские, но нормально, на самом деле, действительно, вот, когда бой заканчивается, у нас не было никогда ни с кем никаких конфликтов, знаете, там бывают какие-то эмоции, драки и так далее, нет, все-таки это остается на татаме. И даже если есть какие-то несправедливые моменты, вот как, например, представляете, какое у меня было чувство на чемпионате Европы тогда, когда эти две секунды, как бы я потом пересматривала, и я видела, что они не начались вовремя, да, и как мне было это обидно. Но при чем здесь мой оппонент, которая дралась на татаме и которая получила эту победу, да, таким способом? Да, действительно. Она здесь ни при чем, правильно? То есть зачем мне с ней ругаться, или там мне ее ненавидеть, или еще что-то. Мне надо работать над собой, и это был мне такой жизненный урок, как бы вообще, я точно его запомнила на всю жизнь. Расскажи о своей тренерской сейчас деятельности, успеваешь ли в таком количестве турниров еще заниматься с детьми? Я знаю, что раньше у тебя была группа, как сейчас поддерживаешь? Сейчас у меня уже три группы. Ох, расскажи подробнее. Какие возраста, как с детьми работаются, и на что самое важное ты обращаешь внимание в плане того, что это, ну, и психология у детей на первом месте, а не какие-то технические, ну, и технические моменты, кстати. А вот тактика уже чуть позже включается, да? Так себе представляю. Я пришла на работу в фитнес-клуб «Форма», это один из клубов высшей лиги, в марте месяца этого года, и мы начали этот проект по карате, и очень много талантливых детей, на самом деле, как бы не буду лицемерить, скажу честно, многие приходят там с гимнастики, с плавания, то есть они уже физически как бы подготовленные были. Они родители многих детей, они как бы отдают на несколько, да, кружков. Вот, уже на данный момент у меня насчитывается 37 детей, у меня три группы, уже все дети в кимоно, с защитой, мы уже полностью на тренировках работаем в парах, мы уже разучаем технику, удары, вот. Времени катастрофически не хватает, конечно, совмещать все, выполнять на максимум, но я стараюсь как могу, правда. Я стараюсь и свои поездки, и свои соревнования, и свои сборы, и свою работу, все выполнять качественно, и вот даже был у нас уже экзамен у детей, первый их экзамен, они уже получили первую нашивку, и у меня еще в планах, чтобы они дальше продолжали развиваться, сдавали экзамены, с следующего года я бы хотела, чтобы они уже принимали участие на турнирах, которые проводятся в Одессе хотя бы, то есть вот такого плана, то есть планы есть. А ты используешь еще в комплексе, ну, для подготовки, может быть, еще другие виды спорта, скажем, плавание, чтобы укрепить им позвоночник, или, ну, может, там элементарно шахматы для того, чтобы тоже мышление вырабатывать, чтобы они тактически тоже начинали мыслить уже, вот, какие-то интеллектуальные с ними занятия. У меня есть то, что я хожу на флай-йогу, ну, сейчас месяц не хожу из-за руки, но вообще я два года уже хожу на флай-йогу, мой тренер Варвара, она очень хорошо помогает мне работать с моим, как бы, духовным внутренним состоянием. Эти тренировки, помимо того, что они дают тебе гибкость, растяжку, а в конце тренировки у тебя происходит такой легкий момент медитации, и ты можешь остаться наедине с своими мыслями. И я вот заметила, что от этих тренировок я стала более спокойна и более стрессоустойчива. Еще, конечно, работа в форме мне подарила много возможностей, сейчас у меня есть возможность, я тренируюсь в тренажерном зале, я хожу на кроссфит, у нас там открылся отдельный вообще там кроссфит-зал очень крутой. Я хожу на тренировки к ребятам, я хожу в сауну, в баню, на плавание, честно, не хожу, летом так, люблю покупаться в море, но именно в бассейне я такой, не сильно часто люблю, вот там, вот посещать бассейн, и в шахматы, ты говоришь. Ну, я как пример. Я последний раз не помню, когда играла в шахматы, честно. Как пример просто, у нас просто теперь одесситка лучшая в мире карате, у нас есть еще одесситка, которая лучшая в мире шашек, Виктория Матричка, и у нас очень, в Одессе очень сильные спортсмены. Анжелика, последнее, что хочу попросить, чтобы ты обратилась к своим подписчикам, поклонникам, нашим телезрителям, с каким-то воодушевлением таким, вот, они ждут от тебя, может быть, наставлений, вот, в плане своих выступлений спортивных, даже если они не выходят на татами, просто для того, чтобы просто пойти заниматься тренировками. Для тех, кто сейчас сидит, смотрит и думает о том, как бы начать тренироваться, вот сейчас прям вставайте, идите и тренируйтесь, вот. Для тех, кто уже тренируется и чего-то боится, пожалуйста, не бойтесь, не переживайте, и верьте в себя, и верьте до последнего. И в первую очередь, получайте удовольствие от того, что вы делаете, даже если вы не мультичемпион, это не важно, вы можете стать супермультичемпионом для просто близкого вашего человека, это тоже очень круто. — Большое спасибо, что пришла к нам в студию. — Спасибо, что пригласили. — Принесла свои награды, кубки, медали. Еще раз тебя поздравляем с этими всеми успехами. Будем и дальше следить, поддерживать и болеть за тебя на следующих турнирах. Желаем как можно скорее выздороветь, снять гипс и уже на полную работать. Еще раз спасибо. — Спасибо большое. — Сегодня у нас в гостях первый номер мирового рейтинга карате Анжелика Тирлюга. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом. — Спасибо.